Отечественной войны, уважаемые клопячане, гости нашего города, я не случайно говорю нашего, потому что за почти 4 года пребывания и проживания в этом городе я, наверное, добрую половину тех, кто присутствует сегодня на этой площади мемориальной, лично знаю, ценю, уважаю и опираюсь в своей работе на ваш опыт, на ваши знания. На ваше понимание исторических событий и, наверное, не случайно вы оказались здесь. Мы, наверное, единомышленники в понимании итогов Второй мировой войны, в понимании значения, величины того подвига, который совершил простой советский солдат. Я хочу подчеркнуть, что те 55 миллионов жертв, понесенных половина, приходилось почти на Советский Союз. И поэтому считаю, видимо, по праву, что это был подвиг и цену за этот подвиг и вклад в этот подвиг вкладывал не только народ России, но и все народы, которые входили в состав Советского Союза, включая, разумеется, и литовцев. Хотел бы, конечно, подчеркнуть огромное значение военного фактора, фактора Красной Армии, которая сломила превосходящую на первых порах войны во много раз фашистскую военную машину. Но сегодня, в этот день, мы не можем не вспоминать и не отдавать дань уважения подвигу и трудовому тем, кто трудился в тылу, тем, кто оказался волею судеб в застенках, я имею в виду узников фашистских концлагерей. У нас в городе действует организация малолетних узников фашистских концлагерей, очень активная и очень хорошие люди, поддерживает Ефим, здесь стоит среди, так сказать, первой линии, представляет эту организацию. Но я хотел бы сказать и о тех людях, которые уже после войны восстанавливали экономику разрушенную в ходе войны, и в первую очередь, конечно, наш город Клайпеду, который оказался в руинах. Среди вас присутствуют здесь многие родственники, сыновья, внуки, тех, кто это делал. Их труд увековечен вот в этих зданиях, в которых сейчас живет и работает Клайпеда, Клайпедчане. Я, пользуясь случаем, естественно, хочу передать вам приветы и наилучшие поздравления и пожелания от посла Российской Федерации в Литве Александра Ивановича Удальцова. Он участвует сегодня в Вильнюсе в подобных же торжественных мероприятиях. И от моих коллег в Министерстве иностранных дел, которые тоже просили передать Клайпедчанам, всем ветеранам, самый низкий поклон и самые теплые поздравления. Многое очень хотелось бы сказать. Но, вы знаете, я решил инкорпорировать в свое очень короткое, надеюсь, выступление, стихотворение хорошо вам всем известного поэта, барда российского Александра Яковлевича Розенбаума. Он его написал достаточно давно, 22 года назад. Но, мне кажется, оно актуально, как никогда, поскольку именно сейчас идет такая очень жесткая ломка исторических стереотипов во многих странах, к сожалению, европейских, к сожалению, восточноевропейских. И даже в некоторых странах СНГ наметилась такая опасная очень тенденция к пересмотру некоторых исторических фактов. Вчерашние преступники становятся героями и, наоборот, герои превращаются в оккупантов, в преступников, ставятся знаки равенства между подвигом советского народа и фашистскими захватчиками, между оккупантами и захватчиками. И теми освободителями, которые фактически спасли Европу от фашистской чумы и которые, собственно говоря, обеспечили нам мирное существование в наше время. Это стихотворение называется, вы все поймете, оно называется «А может, не было войны?» И людям все это приснилось. Опустошенная земля, расстрелы и концлагеря, хатынь и братские могилы. «А может, не было войны?» И у отца с рождения шрамы никто от пули не погиб, и не вставал над миром гриб, и не боялась гетто «Мама?» А может, не было войны, и у станков не спали дети, и бабы в гиблых деревнях не задыхались на полях, ложась плечом на стылый ветер. А может, не было войны, не гнали немцев по этапу, и абажур из кожи блеф, а муссолини дутый лев. В Париже не было гестапо. А может, не было войны? Ишмайстер, детская игрушка, дневник, залитый кровью ран, был не написан Анной Франк. Берлин не слышал грома пушек. Люди, одним себя мы кормим хлебом, одно на всех дано нам небо, одна земля взрастила нас. Люди, одни на всех у нас тревоги, одни пути, одни дороги. Пусть будет сном и мой рассказ, пусть будет сном и мой рассказ. А может, не было войны, и мир ее себе придумал. Но почему же старики так плачут в мае от тоски? Однажды ночью я подумал, а может, не было войны, и людям все это приснилось. Вот, по-моему, в этом стихотворении Александр Розенбаум в 87-м году увидел, пророчески увидел, что будут попытки пересмотра, будут попытки искажения. Еще раз спасибо за то, что вы пришли. Сам факт того, что число участников таких митингов, посвященных Дню Великой Победы, не уменьшается, а растет, говорит очень о многом тем, кто пытается исказить историю. И очень важно две вещи. Передавать эту память нашим детям, к счастью, и количеству детей тоже. Я вот по моим наблюдениям за 4 года, вот, Владимир пришел с внучкой, очень хорошо. С двумя, с внуком и с внучкой. Молодцы, ребята, молодцы. Передавать детям, внукам эту память. Но еще я хочу призвать всех вас. Ветеранов, реальных участников событий, тружников тыла осталось очень немного среди нас. И они страдают даже не только от, там, может быть, каких-то социальных неурядиц, отсутствия, так сказать, денег на хлеб, на молоко и так далее. А подчас от одиночества, от того, что у них, так сказать, нет, сократилось резко, уходят их друзья. Нет, не с кем общаться. Вот, прошу вас, призываю вас всех вспомнить о ветеранах и вспоминать о них не только сегодня в день 8, а каждый день и по возможности то звонком, то визитом поддерживать. Это самое главное для них. Спасибо большое за внимание. С праздником вас, дорогие кровопечане.